В кабинете редактора Большой либеральной газеты «Слово народа» шло чрезвычайное редакционное заседание. И так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю сверхобычая были поданы коньяк и ром. Матерые бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на подоконниках и на знаменитом кожаном диване о плоти оппозиции, про который один известный писатель выразился неосторожно, что там клопы. Редактор седой и румяной английской палатки мужчина говорил, чеканным голосом, слово к слову, одну из своих замечательных речей, которая должна была и на самом деле дала линию поведения всей либеральной печати. Сложность нашей задачи в том, что не отступая ни шагу от оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности российского государства, подать руку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства, вовлекшего Россию в войну, есть в эту минуту вопрос второстепенный. Мы должны победить, а затем судить виновных. Господа, в то время как мы здесь разговариваем, под Красноставом происходит кровопролитное сражение, куда в наш прорубленный фронт брошена наша гвардия. Исход сражения еще неизвестен, но помнить надлежит, что опасность грозит Киеву. Нет сомнения, что война не может продолжаться до трех-четырех месяцев. И какой бы ни был ее исход, мы с гордо поднятой головой скажем царскому правительству, в тяжелый час мы были с вами, теперь мы потребуем вас к ответу. Один из старейших членов редакции Белосветов, пишущий по земскому вопросу, не выдержав, воскликнул вне себя. Воюет царское правительство, причем здесь мы и протянутая рука, убейте, не понимаю. Простая логика говорит, что мы должны отмежеваться от этой авантюры, а вслед за нами и вся интеллигенция. Пускай цари ломают себе шею, мы только выиграем. Да, уж знаете, протягивать руку Николаю Второму, как хотите, противно, господа, пробормотел Альфа, передовик, выбирая в сухарнице пирожное. Во сне холодный пот прошибет. Субтитры создавал DimaTorzok